Всем привет! Сегодня на рассмотрении вторая Destiny, в которой я провел довольно немало времени и активно в нее играл, пока не настал период, когда игра начала стагнировать, не предлагая ничего нового, как в плане контента, так и дальнейшего развития сюжета. Я считал, что это все по причине того, что студия-разработчик Bungie, известная в первую очередь по серии игр Halo, находится под крылом Activision и не может, так сказать, нормально развиваться. Но вот настал момент освобождения из-под гнета. Получив полную самостоятельность и независимость от Activision, игра перебралась в Steam и... после этого я вовсе перестал в нее играть. Вторая Destiny вышла на компьютер 24 октября 2017 года, то есть ей на начало 2022 года уже идет немалый пятый год, и если вы не следили долго за развитием игры и не знаете, что с ней происходило, то зайдя сейчас, просто будете в легком таком... непонимании. Что тут вообще произошло? В свою очередь, если вы решили попробовать поиграть в нее в первый раз, то садитесь поудобнее и начнем по порядку, стоит ли вообще возвращаться, либо начинать играть в эту игру. Destiny 2 это шутер от первого лица с элементами MMORPG, то есть в простонародье лутер-шутер, и весь геймплей строится в основном вокруг различного рода PvE и PvP активностей, в том числе различных сезонных событий, и в настоящее время поддерживается кроссплатформенный геймплей. И с 2019 года игра распространяется по условно-бесплатной системе в Steam, и для успешного развития игры в подобном жанре должен постоянно выходить новый контент, дабы игроку было всегда чем заняться, и в начале было все довольно неплохо. Сюжет обычно в играх подобного жанра довольно посредственный и служит всего лишь завязкой, но в Destiny 2 пошли немного дальше, и на протяжении всего этого времени лор игры продолжает расширяться, и несмотря на свою запутанность, в настоящее время был довольно простым и в то же время интересным. В лучшей традициях супергероики, с множеством мотивирующих диалогов, эпичных и красивых синематиков, когда благополучие всего мира зависит только от нас, стражей, так как мы избраны и должны нести свет в этот мир. Однако, что сейчас увидит новичок, пришедший в игру? Ни-че-го. Только лишь скучное растянутое обучение, так как весь начальный сюжет из игры удален, а он был вполне неплох, и хоть как-то помогал вникнуть в этот фантастический мир и во все происходящее вокруг. Так, уже 5 декабря 2017 года вышло первое расширение «Проклятие Осириса», а затем и второе, 8 мая 2018 года «Военный разум», который помимо нового контента продолжили развитие сюжета игры, добавив еще несколько знакомых персонажей и событий для лора. И в настоящее время данный контент попросту удален из игры и помещен в так называемое хранилище. Что касается различных наград из этих дополнений, у старичков они остались, но вот получить их сейчас больше никак нельзя. Ну и то, что осталось, оно сейчас попросту бесполезно и никак не котируется. А за эти дополнения люди платили деньги, причем немалые. И где оплаченный контент? Его попросту нет. Не успели получить? Никого это не волнует. Была ли какая-то компенсация? Конечно же нет. 4 сентября 2018 года увидела свет третье дополнение «Отвергнутый», которое считается и по сей день одним из лучших в игре и было высоко оценено игроками. Тут мы получили дальнейшее развитие сюжета, его неожиданные повороты и много нового контента и активностей. И где же все сейчас? Снова постепенно удаляется. Дополнение было платным? Конечно. Были ли компенсации игрокам? Нет. 4 декабря 2018 года вышло дополнение «Черный арсенал». 4 марта 2019 года «Шальные пустоши» и 4 июня 2019 года «Изобилие», которые дальше сюжет особо не двигали, но зато привнесли много новых событий, режимов и активностей вместе с горой нового контента и новых персонажей. Впоследствии многое всего этого просто пропало по завершении года. Такая вот политика у разработчиков была на тот момент. Не успел все пройти, это твои проблемы и все равно, что ты за весь этот контент заплатил. 1 октября 2019 года был знаком для игры. Она вышла в Steam, перейдя на условную бесплатную систему распространения, а также вышло дополнение «Обитель теней», которое получилось посредственным. Сюжет ничем не цеплял и оказался довольно скучным. Все выходившие в рамках данного дополнения сезонной активности и контент попросту пропали вместе с завершением так называемого третьего года развития игры. А то, что осталось, не несет в себе ничего поистине интересного. Данное дополнение и весь сезонный абонемент опять же были платными. И последний на данный момент, четвертый год развития игры, ознаменовался выходом нового дополнения «За гранью света» 10 ноября 2020 года. И по сей день это последнее актуальное дополнение, которое добавило новый сюжет, новый подкласс для уже существующих трех классов, различные PvE активности, новый контент с новой локацией в виде ледяного спутника Юпитера Европа, а также локация «Космодром» на Земле. При этом удалены Марс, Меркурий, Титан и Ио. И еще довольно много другого контента. Довольно неравноценная замена. Дальше по плану на начало 2022 года намечен выход крупного дополнения «Королева ведьма» и в 2023 году дополнение «Конец света», которое знаменует завершение сюжета Destiny 2, который начался еще с первой его части, и по всей видимости, дальше стоит ожидать уже Destiny 3, если и конечно она вообще будет. И как я думаю, из этого всего отчетливо видно, что развитие игры заметно так замедлилось. После получения полной независимости, новые дополнения выходят достаточно редко, и при этом не выделяются чем-то пояснее интересным и уникальным, только все больше разочаровывают преданные комьюнити, особенно махинациями с удалением контента. Тут отчетливо видно отсутствие идеи и большого желания развивать игру. Разбираться в сюжете сейчас достаточно сложно, все очень запутанно и уже не так интересно. На экране выбора локаций даже добавили хронологическую ленту с пояснениями, что за чем следовало, и естественно с предложениями купить недостающий контент, от которого в игре осталось меньше его часть. И все эти манипуляции разработчики объясняют якобы тем, что игра сильно разрослась в объемах и занимает много места на жестких дисках. Как по мне звучит недостаточно убедительно, а вместо положенных компенсаций, якобы все это временно и в скором времени будет доставаться из хранилища и снова вводиться в игру поздно переработки, как я думаю в составе новых платных дополнений. А ведь у Destiny 2 был да и остается неплохой такой потенциал. В графическом плане игра даже спустя столько времени не выглядит устаревшей. Все нарисовано в отличном силе, неплохие анимации персонажей и оружие, отличное звуковое сопровождение и заскриптованные сцены. Противники правда надоедают своим однообразием, а в общем визуальном плане игра выделяется и запоминается. Уникальные сеты брони и оружие просто великолепные, не говоря уже о обычных предметах, которых просто невероятное количество, ведь все же это лутер-шутер и его должно быть много. Удаляли бы лучше то, чем игроки вовсе не пользуются, а не то, которое достоится потом и кровью в результате прохождения наиболее сложных заданий. В общем, данную игру в визуальном плане ни с чем не перепутать. В плане оптимизации также все хорошо запускается игра, даже на достаточно слабых компьютерах. Что касается геймплея, то с ним не все однозначно. С одной стороны все просто и понятно, с другой же все совершенно наоборот. И если вы долго не играли в игру, то сейчас, посетив ее, придется практически все изучать с нуля, наравне с новичками, так как разработчики перелопатили довольно много аспектов, с одной стороны упростив, а с другой еще сильнее усложнив и запутав. Так в игре по-прежнему три стандартных класса, Титан, Варлок и Охотник, которые имеют по четыре подкласса стихий, и в них еще по три подветки с уникальными навыками. Таким образом, тут в общем все просто и стандартно, выбираем то, что больше по душе и идем играть. От системы уровня разработчики отказались, и это плюс. Теперь все завязано на максимальном уровне силы, который складывается от показателей, надетого на данный момент на снаряжение. В общем, все тоже просто. Идем в рейд, и если требуется для него сила выше, чем у нас, то откладываем его в сторону, и снова направляемся гридить задание попроще, пока не наберем нужную силу. С выпадением обычного лута тут проблем не наблюдается. В рядовых задачах его предостаточно, даже с высоким показателем силы. Ну вот если начинать копать дальше и пытаться собрать наилучший сетап снаряжения, тут придется уже изрядно попотеть, чтобы выбить снаряжение с наилучшими, и в то же время необходимыми для нас характеристиками. Дальше выбиваем и применяем различные модификаторы, и так продолжим дальше, пока не получим желаемые показатели. Все это наиболее актуально при игре в пвп, и пве рейдах в высокой сложности, в остальном же можно сильно не париться. Что еще хорошо? Выходит допустим обновление, и снова поднимает верхний предел силы. И теперь это не проблема, так как к текущему снаряжению мы можем поднять уровень силы, путем разбора ненужных вещей и оружия. Но тут придется изрядно попотеть, чтобы собрать все необходимое для этого компоненты. Плюс разработчики в обновлениях вводят много нового снаряжения, перебалансируют старое, так что нет никаких гарантий, что ваш прошлый победный сетап в новом обновлении будет актуальным. И в этом всем и заключается вся сложность, придется много потеть и гриндить, выбивая нужные вещи, а в идеале смотреть много обучающих контент от проигроков, дабы не ломать голову и пытаться разобраться, что к чему в новой мете. Итак, второе Destiny это сплошной грин, что для подобных игр это норма, которая поначалу вовсе не надоедает, так как сперва есть чем заняться. И это различные пве активности, куда входят налеты и рейды, прохождение которых может затянуться на продолжительное время, а также различные как сюжетные, так и побочные задания, плюс множество стандартных по типу принеси и убей. Вначале это все интересно играет, но когда пробежишь все пару раз, то хочется продолжения, и если вы начнете играть в бесплатную версию, это все наступит очень быстро, и придется докупать дополнения для открытия новых заданий, рейдов и налетов повышенной сложности, с целью выбить наиболее крутое снаряжение, которое не факт, что будет востребовано по игре, а только лишь для коллекции. И как я считаю, в второй Destiny получилась довольно хорошая пве активность, в них приятно играть, особенно с друзьями, динамика не успевает проседать, постоянно находитесь в движении и активно применяете различные умения, и подобное геймплее предложить больше не может ни один конкурент. А вот уже с пвп режимами у второй Destiny наблюдаются проблемы, в плане разнообразия все неплохо, плюс присутствуют сезоны активности и режимы, вся беда в балансе и работе серверов. Так как в этой игре много оружия, способностей, плюс еще ко всему различного рода перки, то сделать хороший баланс невероятно сложно, поэтому в Destiny как не было нормального баланса, так и нет, плюс присутствуют частные нерегистрации попаданий. Новичку играть в данных режимах будет очень сложно, особенно если попали против опытной команды, как раз в этом режиме наиболее остро ощущается наличие метового оружия и таких же сборок перков. Это конечно еще не гарант доминации, но уже большая его часть, дальше уже все зависит от скорости вашей реакции и умения стрелять в голову. Как я считаю, пвп режимы сделаны для галочки, лишь бы были, так как главное в Destiny это все же пве, но это лишь всего мое мнение, так как с пвп у меня не задалось. Что касается пвп ве режима в виде гамбита, как по мне получилось довольно неплохим. Лично мне он понравился, особенно когда играешь с друзьями, при игре с рандомами получить какое-либо удовольствие довольно сложно, чаще будет пригорать от их беспомощности и непонимания, что делать, хотя тут все очень просто, убиваем мобов, собираем с них частицы и несем в хранилище. Кто первый наполнит, тот призовет главного моба, и кто его первый убьет, тот естественно победит, при этом можно, а вернее нужно, вторгаться на локации противоположной команды и всячески им мешать это делать, убивая их. Задумка хорошая, реализация неплохая, только вот развитие дальнейших в этом направлении уже давно не видно, и кто давно уже играл, им надоел гамбин, то ничего не поменялось, для них тут делать нечего, для новичков еще есть чем заняться в бесплатной версии игры. Донат. Больная тема для условно-бесплатных проектов, к которым теперь относит себя и Destiny, и с переходом на модель фри-то-плей, игра вместе с дополнениями первого года стала доступна всем игрокам, но вот только в урезанной своей версии, так как разработчики попутно удалили довольно много контента, о чем ранее уже говорили. Получается по факту расширенная такая демка. Итак, игра сейчас в принципе как и раньше развивается за счет выпуска платных дополнений и сезона в рамках этих дополнений. За приобретаемую премиум валюту можно купить только различную косметику в отдельном внутриигровом магазине в виде различных обликов, транспорта, жестов и так далее, которые не влияют никак на игровой процесс. Также добавлен и батл пасс, без которого сейчас никуда, и он включает как бесплатную прогрессию, так и платную, в котором соответственно в разы больше наград. Основные предметы можно получить и без покупки батл пасса, но придется довольно много играть. Ну и купив его, также придется играть, так как саму себя все не откроет. Что касается самих цен, то как бы дорого, но если смотреть на похожие проекты, то как бы и не особо. Когда хорошие скидки, то можно и подумать над расширением игры. В общем, играть можно, полностью даже в бесплатную версию, но в плане контента будем сильно урезаны, и рано или поздно, если захотите играть дальше, придется докупать DLC. Да, оружие вещи будут выпадать даже с неприобретенных дополнений, но на что-то уникальное рассчитывать не стоит, и тут начинает постоянно всплывать окна, купи дополнение. Хочешь сходить в рейд, которого нет, купи дополнение, как помнишь, слишком навязчиво, будто это бесплатная мобильная игра. В целом доната много, причем такого я еще нигде не видел, когда после покупки дополнения, через пару лет тебя его лишают. Так вот, где гарантия, что купил последнее дополнение, и его не удалять через пару лет? Так же как махинация с сезонами, покупаешь его, но он только на год, не успеваешь выполнить задание, никого это не волнует, все пропадет. И подводя итог, я старался максимально без негатива и объективно ценить игру в настоящее время, хотя это довольно сложно, так как чувствуешь себя обманутым, да и просто преданным разработчиками, из-за неоднозначных их действий. Многие фанаты попросту негодуют от их решений, по планомерному упиливанию контента, о котором было немало сказано, даже в этом видео. И несмотря на море негатива в отзывах у игры в Steam, рейтинг у него положительный, хотя если посмотреть на выходящие дополнения, то там все наоборот. Так же сейчас, средний онлайн в игре составляет около 40 тысяч игроков, что как по мне, вполне неплохо, учитывая все вышесказанное. Модель фри-то-плей неплохо так помогла вырасти онлайн, раньше было похуже. Поэтому мой вывод очевиден, возвращаться в Destiny нет никакого смысла. Доверие к разработчикам подорвано, развитие игры слишком медленное, нет ничего уникального и интересного в плане контента и активностей. Все довольно однообразно, и если новичку еще есть чем заняться, то вот более опытным игрокам не особо, которые затерли все рейды уже до дыр. Так еще нет гарантии, что разработчики еще что-нибудь не вырежут в дальнейшем. И тогда какой вообще смысл в нее играть? Если же вы никогда не заходили во вторую Destiny и вам нравится весь этот сеттинг, то можно попробовать бесплатную версию. Тут все же есть интересные геймплейные механики, да и все же своя уникальная атмосфера присутствует, а там уже решать, оставаться или нет. Но рекомендовать ее начинать, как и возвращаться, я не могу, только зря потратите свое время. И на сегодня всем спасибо за просмотр, оценивайте данный материал своими комментариями, а также подписывайтесь на канал, дабы не пропускать выход новых видео, дальше будет еще интересней. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok